Приветствую всех выживших! С вами я, Жак Гост, и мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе в GTA 5. В прошлой серии, друзья, как вы помните, мы с вами занимались зачисткой военной базы. Но ничего хорошего у нас, к сожалению, не получилось, потому что та огромная толпа зомби, которая там ходит, попросту выгнала меня и Майкла, который помогал мне в этом деле. В общем-то, ребят, сегодня мы с вами поедем, и в очередной раз, конечно же, на вылазку. Буквально, наверное, денёчек или полтора дня назад, когда я был на очередном объезде плановом, я заметил у берега, а если быть точным, на порте, я вам покажу это место попозже, ребят, пока что подождите, я заметил там, знаете, что-то типа военной базы, даже не военной, а просто какой-то базы. То есть я там уже проезжал, и мы с вами там уже всё осматривали, но ничего не нашли интересного. А вот совсем недавно, ребят, я там нашёл реально что-то такое, знаете, собственно, достойное внимания. Поэтому сегодня, ребят, мы с вами поедем на то место, посмотрим, что же там такое сейчас находится, потому что вполне вероятно, что всё-таки я видел базу выживших, которые совсем недавно её возвели. И, надеюсь, это всё правда, ребят, потому что если мне каким-то образом это всё показалось, то будет очень-очень печально. Так, ну что ж, давайте сейчас быстренько мы с вами перекусим, конечно же, перед выходом. Я вам сейчас быстро покажу это место. Находится оно вот здесь. Выживших я видел где-то вот в этой части. То есть не здесь где-то на отдалённой, а именно вот тут. То есть я проезжал здесь по дороге, я смотрю такой вдаль и вижу что-то как-то странное. Там что-то построили, ходит кто-то такой интересненький. Ну и, в общем-то, на мой взгляд, там реально база сейчас стоит. Если я всё-таки ошибаюсь, то мы сейчас в этом с вами и убедимся. Но я почему-то... Ой-ой-ой, тихо! Тихо! Тихо, тварь! Ну мы с вами в этом сегодня, ребятки, в общем-то, убедимся, как говорится, на опыте. В общем, съездим туда и уже всё проверим. Перед этим, я думаю, нам стоит с вами заехать в одно место на... Знаете куда? На больничку, вот. Которая находится у нас здесь. Мы здесь с вами частенько проезжаем и частенько собираем нужные нам вещества. Там, не знаю, например... Сейчас вот меня поцарапали маленько, и нам надо с вами найти... Ах, перекись какую-нибудь, чтобы всё это дело обработать. А здесь она вот имеется, посмотрите. Оп, всё, отлично, теперь я здоров. Так, ну и что ж. В принципе, думаю, можно уходить. Мы с вами также нашли маленько тут еды, патронов. В принципе, у меня всего этого, как говорится, навалом. Но вот не бы водички. Водичка мне сейчас очень нужна, потому что вода у меня, к сожалению, кончилась. Если что, будем с вами, ребят, искать воду, и надо её каким-то образом беречь. Потому что, ну реально, я хочу очень сильно пить постоянно. У меня какое-то сегодня прям такое пристрастие к воде, постоянная жажда. Я вот уже сколько тут езжу везде и постоянно, блин, пить хочу. Меня это уже начинает маленько выводить, блин, из себя. Ух ты, твою мать. Не обращайте внимания на этих зомби таких странноватых, да? Потому что они не должны в зоне быть. Пусть они бегают там, где хотят. Ну вот, зомби-апокалипсис, их тут вообще, как бы, неуместно, не маленько. Так что это не берите в расчётах, а то будете писать в комментариях опять. А что это за дракон-зомби? Как это так? Ребят, это просто моделька маленькая заменённая. Там нужно мне это как-то устранить, я попозже этим займусь. Так что пока что просто не смотрите на них, и всё. Я буду их проезжать, стараться, чтобы они нам не мешали здесь. Так что имейте, друзья, в виду. Так, ну-ка, что ж, куда я выезжаю-то? Я уже выезжаю. Так, лучше, наверное, свернусь здесь. Так, я там ничего не вижу. Так, здесь можно проехать. Так, ну-ка. Можно сейчас проехать прямо. Потом будет поворот налево. Так, не этот, что ли? Так, нет, стоп. Просто прямо, прямо потом на главную дорогу, да? Окей, будем иметь в виду. Давайте-ка, короче, ускоримся. По всей видимости, по всей видимости, это здесь придётся выезжать. Блин, дорога достаточно тяжёлая. Тут вообще редко езжу. Ничего не знаю. Вообще, прям, приходится постоянно с картой сверяться. Ещё и такая погода хреновая, как вы видите. Так, ну-ка. Сейчас направо. А потом налево, да? Всё, я понял. Значит, гоним. Так, в общем, ребят, погода сегодня реально, как видите, отстой. То есть, вот вчера ещё и позавчера была, ну, шикарная погода, я бы сказал. Было жарко прям. Мне очень нравилось. Сегодня же какая-то, ну, прям дикость. Такой туман ещё достаточно сильный, знаете. Холодно как-то прям. Ну, такая погода, знаете, в которой обычно хочется сидеть дома и ничем не заниматься. Просто валяться в кровати и всё. Так, ну-ка, вот. Мы с вами выехали уже непосредственно к пляжу. И сейчас будем подъезжать к парку развлечений. Как раз-таки у которого я и видел какую-то непонятную базу. А может быть, мне это всё дело показалось. В общем-то, давайте сейчас быстренько подъедем и посмотрим. Пока вот зомби у нас тут не набежали нигде. Хотя... Ой, твою мать, они уже там идут. Я не знаю, как там проехать. Так. Подъём у нас где-то в той части. Ой, твою ж мать. Ребят. Нам надо выехать на этот мост. Он у нас находится где-то с той стороны, по всей видимости. Угу. Так, интересно, с этой части можно заехать? Давайте-ка найдём лучше такой проход. Потому что я пешком не хочу туда бежать. Мне будет крайне неудобно это. Потому что всё-таки зомби тут дохренища, как вы можете уже заметить. Так, всё, отлично, подъезжаем. Хух, вот этот мост. Ребятки, сейчас надо будет по нему проехать маленько. И мы с вами должны будем уже выехать непосредственно в сам этот парк. Ох ты, какая здесь машина стоит, вы посмотрите. Тоже военная. Блин, крутая так-то. На ней припасы, наверное, очень круто перевозить, да? Ох ты. Ох, нихера себе, это кто такой? Вы видите? Это выживший? Какой-то странный, ребят. Он просто стоит на месте. Так, ладно, давайте пройдём. Так, ох ты. Ребята, посмотрите. Походу, тут реально... О, да-да-да-да-да-да, ребята, это какая-то база. Так, сейчас подъедем поближе. Я надеюсь, они добрые. Да, походу. Никто не стреляет пока что. У них тут какая-то это... Ничего себе. Они, походу, все зачислились, территорию-то здесь, да? Как я полагаю. Ну, он за мной ещё, правда, бежит. Маленько. Ну, да ладно. Так. Теперь. Ну, что ж, ребят, смотрим, что у нас тут. Вот вся военная база это. Посмотрите. Здесь люди даже ходят. Офигеть. Ребята, представляете? То есть, это реально живая база, по всей видимости. Ну, как вам? Посмотрите, зомби тоже, молясь, тут передвигаются. Даже посмотрите, как близко подходит. Я не понимаю. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо-тихо. Как она неустойчиво стоит. А, ну да. Там, посмотрите, какая-то штучка прям такая... Достаточно неуравновешенная. Так что лучше, наверное, на него не залазить. Так. Так, тихо-тихо-тихо. Надо вас всех отстрелять. Это вы прям идёте и идёте. И мы все за мной прибежали. Потому что до этого, вроде как, здесь не было. Все спокойно ходили. Да и в целом всё было как-то уютнее, чем сейчас, блин. А сейчас тут зомби везде, блин, ходят. Так, ну-ка, стоп. Вау! Тихо! Твою... Твою мать, вы что, хранили мой бронежилет новый ломать? Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно! Чёрт побери, а! Чё вас... Чё у вас так много-то? Они ещё и с той стороны пошли, вы видите? Так, спокойно, ребят. Проходим, проходим. Они опять стоят, ничего не делают. Мне кажется, они тут все эту штуку используют. Все поизмазываются кровью. И потом их никто не замечает. Мы с вами уже неоднократно видели такую... Ой, скажем так... Такую способность у людей, что они берут, мажутся и, блин, стоят потом в патруле тех же самых военных, которых мы недавно заметили. Я с вами где-то вблизи вот этой вот части. Так, где? Где-то вот тут вот. В этой части вот тут были. Там военные были. Они тоже стояли, просто никакого не стреляли. Просто патрулировали территорию и защищали только от людей, на мой взгляд. Так что, по-моему, реально, они такие... Измазанные им посрать. Как бы... Зомби их не видят. И все. Пусть ходят сами по себе, как я полагаю. Для меня это, конечно, немножко чудо, потому что я ненавижу зомби. Они очень для меня противные и вызывают вполне же дискомфорт. Но для них, вроде как, все в порядке. Ладно, давайте уже посмотрим, что же тут за военная база, потому что мне очень интересно. Я уже заметил огромное количество различных крутых тачек. А здесь все как-то перевернули. Посмотрите, почему квадроцикл так стоит неинтересно. Так, ну-ка. Прямо посмотрите. На бок его перевернули. Вот такая вот машина у нас имеется, вроде как. Здесь, посмотрите, еще есть такие достаточно неплохие. Ой-ой-ой, да вы что, серьезно, что ли? А они что, дверь-то не закрывают? Они, походу, из-за... Они, походу, из-за меня ее открыли, не закрывают. Потому что в прошлый раз, когда я тут проезжал, я видел то, что здесь не было никаких проемов вот таких вот открытых. Верек, даже если она и была, то она была закрыта, как бы. Все было таким сплошным монолитом, назовем это дело, таким образом. А сейчас она открыта. Мне кажется, что нереально, из-за того, что приняли меня сейчас, ее оставили открытой. Так-то, по сути, она у них закрыта. Никто так по территории не ходит. Но вот зачем они не закрывают ее сейчас, я не понимаю, ребята. Вы бы вот реально закрыли просто ее и все, и не парились. На хер вам это надо? Так, оп. Так, сдохни. Все отлично. Так, ну что ж, что у нас здесь есть еще такого? Посмотрите, какие крутые тачки. Все достаточно такие мощные, прям реально, офигенские. Такая же машина, как есть у меня с пулеметом, посмотрите. Это прикольно так-то. То есть, если что, можно будет у них позаимствовать, если вдруг с нашей что-либо произойдет. А также, блин, так у них тут реально круто. У них какие-то палатки тут. Не очень, скажем так, крепкая база. Ну, вы сами видите, да, то, что по сути... Тихо, тихо, тихо. Что, по сути, она закрыта только вот с той стороны. И сюда могут пробраться и убить всех. Потому что живут они прямо на открытом воздухе. Вот палатки, в кого... Вон, да, видите, люди сидят. Даже, по-моему, шевелятся. Так что их могут легко, если что, поймать. Женщины, да, может, меня не снимать, в принципе. Я ж не такой интересный, как вы думаете, наверное. Так, давно, наверное, не видела людей уже, поэтому так это прям снимает. Так, а тут у нас, посмотрите, каминчик. Блин, как круто-то, реально. Так-то прикольно сделали. Разверли костерчик, тут столик такой приятненький. Так, вертолет. Не думайте, что я его не заметил. Я вижу, что у них есть вертолет с этими, посмотрите, с зарядами РПГ. Ну, даже не РПГ, а просто с ракетами. Очень мощными с такими. Так что, блин, мужики-то они такие опасные достаточно. Это круто. Так, очень много ракет. Очень-очень много реально ракет. Которые непонятно, в чем можно использовать. Но я так полагаю, все их вертолет не погрузишь. Потому что они просто не подойдут по калибру. Ой-ой-ой, посмотрите, посмотрите на девушку на ползомби. Вот видите, к чему ведет вот такая вот штука. То, что они их на территорию пускают. Блин. Вот это ни к чему хорошему не ведет. Они вот сейчас одну девушку укусили. Блин. Надо им предупредить, что это самый плохой вариант такой сбежания зомби. Потому что, на мой взгляд, их надо просто истреблять. Ну, все, конечно, это по-разному ведет. Кто-то вообще не хочет убивать людей. Многие ведут в зомби людей. Как бы это странно не звучало. Но, в общем-то, у кого какая, скажем так, идеология, тот так и живет. Так, у нас тут реально дохренища зомби. Так, давайте-ка. Блин, у них прям тут все, прям, посмотрите, захвачено этими тварями. Ну-ка, давай, давай, давай. Отстреливаем, отстреливаем, отстреливаем. Черт побери, а. Ну, вы че прям такой толпой-то тут собрались? Сколько, мне кажется, вот просто сколько их не выводили. Эти люди пытаются жить в гармонии вместе с мертвецами. Мне это что-то напоминает, прям, очень сильно. Напишите в комментариях, кто понял, что мне это напоминает. И, в общем-то, ребят, если вы будете правы, я отвечу на ваш комментарий. Ну, и, в общем-то, поставлю лайк под ваш коммент. Да, ребят, постарайтесь, напрягите мозг. Вспомните, я не знаю, может быть, какой-нибудь фильм или сериал, в котором люди пытались вместе с зомби, скажем так, как-то укрываться от постороннего мира. То есть, люди научились использовать зомби, назовем это дело так. Так, а их тут, кстати, дохера... Так, я хочу уже кушать. Чёрт, точнее пить. Давайте быстренько смочим горло. Отступим на время, потому что там реально бежит огромнейшая толпа. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё, ребят, их тут идёт дохерища. Мне надо тоже испачкаться в кровище, иначе я не пройду. Хотя давайте попробуем здесь пробежать, посмотрим. Чуть у них по припасам, мне просто интересно очень. Как бы, вроде, пока по мне никто не стреляет. У меня есть такой, скажем, шанс это всё дело осуществить. Так, они, кстати, вооружены очень хорошо. Вот использовали бы вы это ещё оружие? Да-да-да, дружище, я думаю, что вы не привыкли стрелять уже. Отвыкли, точнее. Так, у нас, посмотрите, какая фигня стоит. Видели, да? Офигеть. Турель с ракетницами. Ё-моё. Так-то деловые люди, да, ребят? С такой штукой можно, в принципе, вообще про всех врагов забыть. Один залп, и любой, кто к тебе приехал, он будет мёртв. Так, посмотри, тут ящики у нас. С чем-то, я не понимаю. А вот здесь, по всей видимости, оружие. Так, тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Всё, проходим. Так, ох ты. Еда, вода. Так, патроны, оружие. Всё-всё-всё. У них, кстати, тут реально дохера различных вещей. Эти ребята, знаете, это тот лагерь, который мне вообще не нравится в плане своей жизни. Но мне нравится то, что её можно использовать как торговую точку. То есть у них очень много припасов, и с ними можно торговаться. Это шикарно, друзья. Поэтому, если что, то мы будем с ними вести торговые связи. Так, успокойся, девочка. Всё, вот так вот. Ну да, ребят, посмотрите, вот сколько у них припасов. Мне это нравится. Надо будет, если что, потом с ними сюда приехать, пообщаться уже наедине, как говорится. Постараться, чтобы они вот эту всю эту фигню разогнали здесь. Потому что мне она вообще не нравится. Я не хочу общаться с ними в присутствии такого огромного количества зомби. Так что давайте будем выбегать с этого места. И, в общем-то, отправляться куда-нибудь в сторону нашей базы. Вроде как такая вот небольшая у нас вылазка. Узнали, что здесь живут вот эти вот люди. Зомби, опять очень странные, потому что не убивают зомби. Ну, как я уже сказал, каждый как-то в этом плане по-своему действует. Каждый видит в зомби какую-то свою угрозу. Я, походу, в отличие от них вижу в зомби большую угрозу, чем, ну как, они, собственно. Ну, хотя мне кажется, что я больше прав, потому что зомби это твари, которые готовы вас сожрать и убить просто во-во-во-во-во за считанные секунды. Ребят, кто со мной согласен, ставьте лайк под этим роликом и пишите в комментариях. Я прочитаю комментарии, в общем-то, буду знать, сколько людей согласны со мной по поводу того, что зомби нужно истреблять, а не общаться, скажем так, с ними и не пытаться каким-то образом наладить отношения. Ну, то есть, как-то нейтрально даже с ними вести жизнь. Пишите, если вы согласны со мной, ребят, в комментариях, потому что мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Ну, что ж, ребят, в общем-то, вот очередная база, которую мы с вами нашли, как оказалось, выживших больше, чем я думал, а это очень хорошо. А знаете, что пугает? Что в последнее время попадаются выжившие, которые всячески пытаются, что ли, сдерживать зомби, не в том плане, что убивать их, а просто игнорировать. На мой взгляд, это огромнейшая ошибка, потому что зомби — это что-то типа неудачного эксперимента, что-то типа вируса, который уничтожает всё живое на своём пути. И делая вид, скажем так, такого вливания в зомби, то есть, когда они пачкаются их кровью, скажем так, каким-то образом пытаются скопировать зомби, они попросту, скажем так, вкалывают в себя этот вирус, но небольшими дозами. Ну, что-то типа этого. То есть, на мой взгляд, нужно бороться с зомби, нужно убивать всех зомби до последнего, чтобы этой заразы здесь не было. И, в общем-то, обидно, что получается так, что многие люди не согласны с этим, а попросту даже, знаете, получается, как они просто даже поддерживают. Твою мать! Жёстко, жёстко упал! Так, так, тихо, 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 тихо. Оп, отлично. Так, готов. Так, ну-ка, 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 кто там ещё? Вот мы, мы убиваем всех зомби, посмотрите, никто к нам даже подойти не сможет. А вот они, блин, это, конечно, вообще просто отдельная тема. В общем, ребят, как я уже сказал, пришли в комментариях, что вы думаете по этому поводу, я прочитаю все комментарии, отвечу на них. Также, друзья, не забывайте ставить лайки, потому что как только под роликом наберётся 3,5 тысячи лайков, я сразу же выложу следующую серию. И пишите, ребят, идеи для следующих роликов, что же мне поделать, потому что у меня уже, честно говоря, заканчиваются идеи. И мне нужна ваша помощь. Ну, конечно же, если вы хотите видеть следующие серии. Ну что ж, с вами был я, Жека Гост. Не забывайте подписываться в ролике, ставить лайки, ставить комменты также. Не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавлять её в избранное. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok